Вот, например, на территории третьего лицея в Хосте развернут целый игровой спортивный городок. Днем здесь лагерь дневного пребывания, но детские площадки открыты в вечернее время с пяти до восьми часов. Рисуем, играем, мозаику собираем. Очень мы довольны, потому что днем их и кормят, во-первых. Питание очень хорошее, нас полностью устраивает. А вечером мы дома уже отдохнули после лагеря. Приходим вечером сюда, ребенок тоже занят прекрасно, и с педагогами. Нам очень нравится. Посещают площадки не только дети, которые учатся в третьем лицее. Приходить могут все, кто живет вблизи. Все лето с ребятами занимаются педагоги. Конечно, для родителей, которые днем на работе, помощь учителей на каникулах – большое дело. Также нужно отметить, что помимо вечерней спортивной площадки у нас проводится очень много дневных мероприятий с детьми. В настоящее время в школе функционирует до 21 числа дневной лагерь, также ЛТО. У нас проводятся тематические дневные площадки. Это лесничество, это библиотечный клуб, та же робототехника, занимательный английский язык. То есть мы не уходим в отпуск. В отпуск наши преподаватели уходят по гибкому графику. Ежедневно площадки города посещают более 3,5 тысяч детей и подростков. Проект площадки нашего двора в Сочи – это пример эффективного сотрудничества между городскими властями, общественностью, депутатами-единороссами, которые в этом году стали шефами. Сочинским летом взрослым тоже интересно проводить свободное время вместе со своими детьми в компании аниматоров и инструкторов по физической культуре. Образовалась даже школьная футбольная команда, которая готова выступать уже за пределами школы. А тем временем в нашем регионе продолжает действовать детский закон. Об этом аниматоры и педагоги также напоминают юным сочинцам. До 7 лет ребята не должны находиться на улице или во дворе без присмотра взрослых. Подростки до 16 лет могут гулять без сопровождения до 9 вечера. 10 часов – это крайнее время для ребят до 18 лет. Ведь лето должно быть не только интересным, но и безопасным. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания, ФКТ.